И всем привет, ребят! С вами я, Матвей. Как непривычно видеть мои ролики практически каждый день, не так ли? А всё потому, что вы молодцы и за последние несколько дней проявили наибольшую поддержку. Спасибо вам огромное! А сегодняшний ролик получился очень интересным, обязательно досмотрите до конца. Весь вчерашний вечер я потратил на сочинение сценария. Ну такое просто не может остаться незамеченным. Так что обязательно проверьте лайк под этим видео и подписку на мой канал. Полец вверх должен быть голубым, а кнопка подписаться серый. Хотя нет, самая лучшая поддержка для меня это мой тег-автромотивкар в вашем ежедневном магазине Фортнайт. Обязательно вводите его и покупайте исключительно с ним. Делайте скрины покупок, высылайте их в мою официальную группу канала ВКонтакте, в мой Инстаграм и попадёте в мой видос. Ну а теперь приступим. Да-да, сегодня мы поговорим именно про Фортнайт Мобайл. Как-никак это один из лучших путей игры. Сейчас объясню. На телефон вы никак не тратитесь. Как-никак консоль приходится покупать. Так же как хороший ПК. Даже айпад приходится покупать дополнительно. Но к сожалению, возможность есть не всегда. Возможно это финансовый вопрос. Но чаще всего просто мамка не разрешает. Но хороший телефон есть практически у всех. И это замечательная возможность окунуться в мир Фортнайта благодаря кроссплатформенности. Именно поэтому Фортнайт Мобайл так важен общему сообществу игры. Ну неудивительно, если даже на мобилках есть киберспорт. Но знаете, я листая ютуб, так и не нашёл нормального гайда, как можно улучшить свой скил в Фортнайт Мобайл. Так что давайте разберём это здесь и сейчас, вместе со мной. Начнём с того, что по сути в Фортнайт Мобайл самое необычное управление. Здесь нет физических кнопок как на клаве и джойстиков как на геймпаде. Перед тобой сплошная гладь дисплея. Так что смелостью можно сказать, что в Фортнайт Мобайл играют только самые отчаянные. Многие спрашивают у меня, как лучше поменять управление? Скинь раскладку! Но ребят, это вам ничего не даст. Фортнайт Мобайл индивидуален. У каждого своё собственное управление и у каждого свой индивидуальный путь к нему. Ты сам постепенно идёшь к своему идеальному управлению, меняя сначала одну деталь, затем другую и так далее. Я, как опытный игрок со стажем в один год, смело вам это заявляю. Также немаловажный совет. Не бойтесь меняться и открывать что-то новое. Да, поначалу будет сложно и непривычно играть. Но потом вы заметите, как ваш скилл резко вырастет. Помню я, когда раньше редактировал касанием, так не хотел переходить на редактирование закреплённой кнопкой, потому что у меня ничего не получалось. Но, как видите, сейчас я стал играть намного лучше. Ещё один важный фактор хорошей игры — FPS. Кто бы что ни говорил и как бы ни играл, FPS сильно влияет на игру. И это факт. Помню долгое время я играл с 30 FPS на 10 айфоне. Но после обновления в начале осени мне разблокировалось 60 кадров в секунду. И благодаря этой магии я реально начал лучше играть. Вообще, так-то практически все телефоны могут потянуть 60 FPS и даже более в Фортнайте. Epic Games всего-навсего просто не оптимизирует свою игру. Фух, ребят, видос явно затянулся. У меня ещё много интересных советов и мыслей по поводу Fortnite Mobile. Давайте так, если вы собираете больше 50 лайков под этим видео, я немедленно сажусь делать вторую часть советов по Fortnite Mobile. Ну а пока, ребят, это всё. Пишите 228 в комментарии, если досмотрели до этого момента.